Рыбалка Рыбалка Друзья, ловите сегодня Буду достаточно простыми снастями У меня таких два фидерных Удилища Класс и медиум по моему Да, медиум класс Одному, сейчас скажу 25 лет, этому 15 лет Вот такие вот удилищи Между прочим, хорошо работают У меня будет Грузило Скользящий, где-то около 50 граммов веса Потому что здесь быстрое течение, чтобы не унесло Приманку, чтобы она по дну так не моталась Вот и не цепляла мусор Вертюжок Еще резиночка небольшая, чтобы грузило, не стукалось Об узел И поводок с крючком, где-то в полуметра длиной Ну и в качестве приманки я буду насаживать Наших любимых Выпусков, сейчас покажу Какие они Ну как делай Ой, блин, кусаются Смотри-ка Аккуратненько нужно с ними Зубастые Ну вот, всеми нами любимые Тем не менее Рыбами тоже Обожаемые это Выползки Такие вот Красавчики О! Даже крючки, наверное, мелковатые поставил О, 20 штучек Тут было в коробочке 10 Я еще 10 Отсчитал И положил Чтобы на 2 часа хватило Хотя, может быть, хватит и 2 И никто не знает О, какой! Сам бы съел Ну все, понеслась Чё Bell Что то Аккуратненько так Чё части О, поклёвка. Поклёвка была. Пять минут прошло. Ребята, ну вот вы сами видели, что было несколько интенсивных поклёвок, но я полагаю, что это был подуст, который очень любит, да что ж такое опять, о, любит червяка, сдирать с крючка. Дело в том, что сейчас утром был дождь, как я уже говорил, и вода буквально на глазах поднимается, ну не так уж сильно, но в принципе, о, ну да. Вот мелочь, мелочь долбит, и всё, смотри-ка. Вот вода поднимается, в общем, и течение ускоряется, вот вершинки гнутся всё больше и больше в дереве, а вот от червяка вот что, вот что осталось. Вот, поэтому, я думаю, что рыба в предвкушении наводнения, как это обычно бывает, перемещается на более глубокую воду, то есть в яму. У меня тут недалеко яма есть, знакомая, вот. И туда я сейчас пойду, потому что мне так кажется, что рыба сейчас будет собираться именно на яме, чтобы её потом, когда уже вода высокая придёт, чтобы её не снесло. Вот, 15 минут прошло, было несколько поклёвок, пара неудачных подсечек, в общем, продолжаем на новом месте. Ну вот, друзья, в принципе, уже пришёл на новую точку. Здесь вот очень такое интересное место, достаточно глубоко, где-то, ну, раза в два поглубже, чем там. Там вот моя любимая точка была занята, потому что там какие-то карпятники расположились, как всегда. На другом берегу, правда, но они будут ругаться, если я сяду напротив них. Вот, ну и, соответственно, тут у меня уже сразу начались какие-то поклёвки. Вот, единственная грубую ошибку достаточно, которую я сделал, это взял вот так вот подсак, вот с такой короткой ручкой. Но придётся мне соскальзывать к воде как-то за рыбу, если она поймается. Вот, поэтому лучше всего вынуть из карманов телефон, кошелёк и так далее, чтобы... О-о-о-о! Мелочёвка, мелочёвка, но червяка не съела. Немножко так, как бы, поклевала. Да, червяк остался цел. Значит, это не подуст. Это не подуст. О, вот она, вот она рыба, мужики, вот она рыба. Хорошая чего-то. Ух ты! И тут тоже клюёт. Итак, представляю вам первый сегодняшний улов. Микросом. Ну и шо ж ты? Такие вот микросомы здесь ловится. Усатик. Зажрал-то! Боже мой! Ну что это такое, это разве сон? Ух ты, ух ты! Есть! Ну-ка, что такое, смотри-ка, а? Утравится. Утравится, неплохо так. Да ну! Ребят, ну это вообще уже не смешно становится. Это становится не смешным. Ещё один сом. Настоящий сом. Король здешних водоёмов. Ты бы хоть вырос, ты даба. Ребята, запахло трофеями. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А, не могу. Уже покрупнее немножко, но сами смотрите. Сантиметров уже, наверное, 40. Ну, самяра вообще. Во! Во! Красавчик! Настоящий сом. Важно, вот, как насаживать червяка. Вот крючок прежде всего должен быть такой вот как бы длинненький Вот так вот продевать Раз Два Три И четыре И вот так, чтобы он висел Как раз вот жало крючка видно хорошо И червяк весь болтается Друзья, вы наверное удивлены, что в таком количестве ловится Самый, а я вот нет Дело в том, что местный рыболовный союз Сама запускал В течение нескольких Десятиретий, можно сказать Достаточно бездумно В эти водоемы Но сом, как известно, является Царем здешних вод Ух ты, ух ты, ух ты Что делает? Тихо, 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 тихо Сейчас удочку утащит Вот это поклевки Мне что, надо удочку что-ли ловить, ребят Вот это поклевки Смотрите, такие поклевки были интенсивные Чуть удочку не унесло, не украло А червяка Червяка все-таки оставила Надо же Ну конечно, слава богу Поэтому Растет, размножается он здесь очень хорошо Есть, конечно, и очень крупные экземпляры Сама И больше двух метров Вот И ловить его интересно Ловить его интересно на спиннинг Вот особенно Можно и на квок ловить Но на таких маленьких речках-то на квок Не стоит пробовать Потому что здесь губината Всего лишнего Ну максимум 3 метра Может быть 4 В кое-каких местах Вот, а на спиннинг бывает Очень интересно ловить И еще Великолепный способ ловли Сама Это на червя с подводным поплавком Точнее на пучок червей С подводным поплавком Я обязательно в одной из следующих серий Вам покажу Как ловить Таким образом сама И причем сама попадается уже, конечно Покрупнее Там не такие пестики Маленькие А и уже рыбины так Под метр и даже больше Ох Ох Хухухухухуху И здесь что-то клюет Как такое Ох Не, ребят Ну это не серьезно Это просто не серьезно Что это такое? Угарь. Ребята, угарь. Красота. На угоря то надо взять. Вот он, виновник торжества. Угарь небольшой, но симпатичный. И что самое главное, не электрический. Так, слушай, как мне вы... Эй, 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 оставь мне подставку в покое. Самое тяжелое, конечно, это вынимать крючок изо рта угря. Легче всего его просто отрезать. Как вы это делаете? Хорошо, хоть червя не украли. О, есть! Я его победил! Вот, теперь уже можно похвалиться хорошим карасем. Какой высокий, да? Класс! Ну что, друзья, осталось последние 15 минут и три червя. Нельзя ударить лицом грязь. Ну что, а вот и он пожаловал. Красавчик, окунёчек. Обалденный какой, да? Да, вот на червячка тоже. Ну что ж, тебя мы отпустим. Самов отпустили и окуня отпустим. А этих троглодитов мне карася, наверное, тоже отпущу. Все-таки угря возьму одного только. Последние пять минут. Продолжение следует... Я его поймал. Я его поймал. Хороший такой, прям тянет, а, вообще. Ну-ка. Ну-ка, и что там такое? Ну, покажись. Ну, конечно. Конечно, это он. И завершающей рыбой сегодняшнего вызова, челленджа, является, конечно, Сом-гигант. Покажи свою красивую мордочку. Вот так вот на камеру. Улыбнись и помаши плавничком. Ну, вот, ребята, сейчас расскажу о том, какие выводы я сделал с сегодняшней рыбалки. Поделюсь с вами. Ну, вот, мой небольшой челлендж завершён сегодня. Хе-хе-хе. Рыбалка получилась, в конце концов, неплохой. Хотя я ожидал большее видовое разнообразие. Вот. Покажу оснастку ещё поближе, на которую я ловил. Такое вот грузило небольшое. Это весом 60 грамм. Скользящие. Вот. Я использовал плетёный шнур. Потому что течение всё-таки в реке достаточно быстрое. И шнур лучше прорезает в воду. Потому что вот шнур у меня стоит 0,1. Он более тонкий, чем леска, скажем, 0,35-0,4. Да, или 0,3 даже. Вот. И потом вот здесь вот такая вот бусинка. Видно, да? Вот. Резиновый вертлежочек. И поводок. Вот он. Длина сколько? Ну, полметра где-то. Крючок вот такой вот продолговатый. Такой вот крючочек я использую специально для червяка. И эта оснастка показала себя очень успешной. Вот. Уже не сегодня, конечно. Не только сегодня, но и в прошлые разы. Поклёвки были интенсивные. И, конечно, если вы соберетесь словить на червяка, на выползка, именно с этой выползка, то берите с собой как минимум штук 30-40, а то и 50 червей. Потому что мелкая рыба их срывает. А если ставить половинку червя или там кусочек червя, то крупно не обратить на это внимание. Поэтому все-таки используйте либо целого червя, либо его половинку. Вот, когда хотите порыбачить. Вот. И что интересно, что интересно, сначала клевали сомики. Очевидно, они там как бы занимали главенствующую позицию. Вот. А когда они очистили место, вот, убрались оттуда своей помощью, то начала клевать другая рыба. То есть поймал сегодня я, получается, четыре. Четыре, по-моему, сомика или даже пять. Вот. Одного угоря, карася и окуня. Еще было куча-куча поклевок, просто которые я не смог реализовать, не смог подсечь, потому что рыба просто крыла каждый раз червяка. Но ничего не поделаешь, надо все-таки их и покормить немножко, а не только себе доставить удовольствие. Вот. Если какие-то вдруг вопросы у вас появятся по сегодняшней рыбалке, обязательно задавайте их в комментариях, пишите, или, может, какие-нибудь дополнения, может, какие-нибудь советы. Я с удовольствием к вам прислушаюсь. Вот. А я с вами прощаюсь. Меня зовут Олег Еремин. Это канал Павец и Рыбак. И желаю вам ни хвоста, ни чешуи. Пока.